Вот сегодня мы совершили молебен на начало учебного года. И мы прикасаемся сегодня к великой тайне. Христос сказал такие слова. По плодам их узнаете их. И еще что было сказано, что посеешь, то и пожнешь. И вот смотрите, два маленьких момента. Мы плоды узнаем того, что мы посеяли. Но когда мы говорим, что посеешь, то и пожнешь, мы считаем, что если мы на поле что-то посеяли или на огороде посеяли. Оказывается, мы посеяли наших детей. Посеяли семя, посеяли на землю женскую. Женщина 9 месяцев выносит это. И дальше плоды получаются. И получается, что из свекла должна свекла вырасти. Из моркови морковь должна вырасти. И по-другому быть не может. Но мы знаем, что иногда мы семена сеем очень нехорошие. И мы говорим, слабое было семя. Негодное было семя. Вот точно так же и с нами. Когда сеется слабое семя, рождаются слабые дети. Когда негодное семя сеется, поврежденное семя, то и сеется, и получается плод негодный. Что посеем, то и пожнем. Когда мы знаем, какой плод у нас рождается, от кого, и мы знаем, что если в нашем роду были какие-то явные отклонения у кого-то из нашего рода, тогда нам легче. Бывает, например, рождается человек от родителей, или в роду были пьяницы. Нужно, чтобы этот человек никогда не употреблял спиртного. Были блудники в роду. Надо, чтобы этот человек никогда к этой теме не прикасался. И знал, что эта тема его будет все время подстерегать. Но еще есть очень важный момент следующий. Мы к ребенку, который родился, должны относиться как ко взрослому человеку. Как ко взрослому человеку. И когда они самые маленькие у нас, вот только родился ребенок, с ним нужно разговаривать как со взрослым человеком. Никаких сюсюканий. Потому что, когда он вырастет, тогда уже будет поздно его воспитывать. Сегодня многие взрослые люди вступают в брак, они совершенно не готовы к брачной жизни. Они ничего не умеют делать, я имею в виду, в первую очередь, женщин. Не умеют ничего, не готовить пищу. Я когда прихожу в гости, я смотрю, как стирают стол. Стирают стол и вижу, вот смахнули со стола. Даже не умеют смахнуть со стола. Правильно. Этому не научили. Поэтому система образования и вообще понятие образования означает обучение и воспитание. Что такое воспитание? Нужно воспитать тому и в том, чему мы учим. Где придется человеку жить всю жизнь? В своем доме. И вот в доме каждый из нас должен быть хозяином. Он должен быть господином. Все, что есть в доме, мы должны все уметь. Мы должны уметь готовить пищу. Мы должны за собой убирать, что? Застилать постельку. Мы должны обязательно мыть посуду. Мы должны правильно кушать пищу. Мы должны есть ту пищу, которая полезна для нашего организма. Это очень важный момент. Поэтому всему, о чем мы сейчас с вами говорим, нужно все это детях поставить. Называется в музыке есть понятие. Поставить голос. Поставить пальцы. Поставить руку. Поставить слух. Вот точно так же нужно в детях, маленьких детях, поставить восемь качеств. Первое качество нужно поставить внимание. В слове внимания man, по-немецки man, человек. Вот если человек не обладает вниманием, все, с таким человеком трудно общаться. Нужно поставить внимание. Как это нужно сделать? Нужно все время беседовать с детьми. Так, а куда ты положил вот это? Ага. Потому что он невнимательный. Он бросил куда-то и ушел, забыл. Так, смотри. Ты сейчас свои ботиночки снял и бросил. Где они должны стоять? Они должны вот здесь быть. Все должно быть на своем месте. Должно быть внимание. И внимание нужно поставить самое главное. Если вы даже посмотрите на свою жизнь, вы заметите, что внимание у нас не поставлено. Поэтому, когда дети пошли в школу особенно, они приходят из школы, вы должны спросить, как была одета учительница? Что сегодня вам давали в школе? Что ты видел по дороге, когда шел? Все время с детьми нужно беседовать. Тогда у них будет внимание, они будут знать часы, отец или мать, или бабушка, дедушка спросят. Нужно обязательно ответить будет, значит, нужно обратить на это внимание. Второе, что нужно поставить, нужно поставить в память. Нужно много, чтобы дети запоминали. Учили стихи и не обязательно в рифму, которые не обязательно. Есть стихи во многих народах, которые не в рифму. Белый стих называется. Не обязательно. Вот, например, такой стиль танка есть в Японии. Он совсем не в рифму. Но это тоже стихи. Смотрите. Застыли палочки в руке. И вдруг подумал я с испугом, о неужели порядком заведенном в мире я тоже исподоваль привык. Это тоже стихи. Поэтому нужно, чтобы память была. Я все время беседую с детьми и начинаю с детьми разговаривать. Так, что ты помнишь? В каком ты классе учишься? Я учусь в третьем классе. Что ты помнишь из второго класса? Ничего. Какие были предметы в первом классе? Не помню. В пятом классе спрашиваю, какие были предметы в четвертом классе? Не помню. Какой смысл ходить в школу? Какой смысл? Следующее, что нужно поставить? Нужно поставить речь. Сегодня дети не умеют говорить. Они не умеют выражать мысли. Это очень важный момент. Поставить речь. Нужно говорить медленно, спокойно. И нужно смотреть. Те, с кем ты разговариваешь, слышат тебя или нет? Если ты чувствуешь, не слышат, помедленнее говорить. Это очень важно. В институте физкультуры профессор читал лекцию. В институте физкультуры. И вот он читает, и вдруг ему говорят, из аудитории говорят, профессор, можно помедленнее? Он говорит, вы кто? Мы борцы. Он стал помедленнее читать. Через некоторое время ему говорят, профессор, можно по слогам. А вы кто? Мы боксеры. По слогам. Медленно нужно. Поэтому очень важна речь свою. Нужна такая и должна быть речь, чтобы было понятно тем, кому мы отвечаем и с кем мы говорим. Сегодня дети говорить не умеют. Нужно им сказать, повтори еще раз, что ты сказал. Беседовать с ними нужно. Следующее, что нужно поставить. Рассуждение. Что такое рассуждение? Отличие одного от другого. Задают тысячам детей, тысячам студентам вопрос. Чем пруд отличается от озера? Никто не знает. Никто не знает. Говорят все, пруд меньше, чем озеро. Чем пруд отличается от озера? Это то, что пруд делают человеки. Во, гений стоит. На первой парте это гений. Это гений. Вот единственный, который сказал правильно. Поэтому рассуждение очень. Чем сосна отличается от дуба? Чем река отличается от пруда? Чем пруд отличается от озера? Это очень важный момент. Чем ложка отличается от вилки? Дети будут рассуждать. Тогда они начнут рассуждать. Спрашиваю, чем щи отличаются от борща? Цветом. У нас здесь стоят люди с Украины. Они скажут вам, что такое борщ? Это совсем не щи. Поэтому это очень важный момент. Рассуждение. Чем зима отличается от лета? Чем весна отличается от осени? С детьми не беседуем на эти темы. Вообще не беседуем. То же самое относится к одежде. То же самое относится к обуви. Сезонная обувь какая-то. С детьми надо беседовать. Это очень важный момент. Почему мы любили бабушек и дедушек? Они с нами много беседовали. Потому что им торопиться никуда не нужно было. Они были на пенсии. Они не спеша с нами беседовали. Следующее, что нужно сделать. Нужно добиться, чтобы дети умели понимать. Понимать. Не только рассуждать, но и понимать. Спрашиваю. Ты понимаешь, тебе математику преподают? Не понимаю. Не понимаю. Иногда даже хорошо выучил урок. Все ответил, а не понимает. Не понимает. Понимание сегодня отсутствует у большинства людей. Даже у взрослых. Оно отсутствует вообще. Понимание. Это очень важно. Следующее, чего нужно учить детей. Творчество. Нужно их научить творить. И вот здесь вступают в силу таланты. Есть дары. То, что Бог нам дал даром. Дал нам. Премудрость, разум. Совет, крепость, ведение. Это дары Бога. А есть таланты. У нас есть голос. Я могу голосом хорошо говорить. Читать стихи могу так, что все будут слушать. Ираклий Андродников такой был раньше. Он выступал, рассказывал об искусстве. Все. Так его заслушаешься, как он говорил. А можно голосом петь. А у Александра Невского голос был, как труба. Как труба был голос. Поэтому голос поставить – это талант, который нужно развить. Руки наши могут многое сделать. Например, играть на музыкальных инструментах. Это же очень – это талант. И если мы поставим слух, руки поставим, голос поставим. Если мы поставим внимание. Если мы поставим память. Если мы поставим рассуждение. Представьте себе, какой интересный человек будет перед нами. Что еще нужно поставить? В этой жизни нам нужно терпение. Без терпения ничего не получается. Даже есть поговорка. Без труда не вынешь рыбку из пруда. Терпение. Что такое терпение? Доводить дело до конца. Начинаем дело и бросаем. Не хочется нам делать. Устали. Надоело, говорим. Надо дело довести до конца. Терпение нужно для этого. И вот я заметил по жизни ученики, которые учились иногда даже троечниками были. А в жизни они очень хорошо сложились. Потому что у отличников все идет легко, все хорошо. Они вышли в этот мир, они не привыкли трудиться. У них все легко и просто. А те, которые одним местом своим добыли результаты и плоды, у тех все в жизни хорошо. Очень важно терпение. И, конечно, на сегодняшний день мы должны уметь научить детей, чтобы они что-то видели результаты. Вот, например, представьте себе, ребенок начал, увидел, лежат доски. И вдруг из этих досок он что-то смастерил. Например, скворечник. Вот он увидел скворечник. Взял его на место определенное, поместил. И скворечник действует. И он может жить в этом городе 40-50 лет, и этот скворечник будет висеть. Кто поставил этот скворечник? Вот этот ребенок. А если ребенок сделал сам стул? А если сам стол сделал? Я маленький ребенок был. Всю мебель дома делал отец. Все делал умел. Отец знал, как электрикой заниматься. Починить утюг. Как газ сделать. Все, что можно было в доме делать, отец все умел делать. Удивительно. Удивительно. Поэтому на сегодняшний день дети, мальчики и девочки с самого раннего возраста должны все уметь делать. В дореволюционной России первый труд детей был в три года. Когда они начинали качать люльку брата или сестры. И дальше все делали, что делают взрослые. И видя, как делают взрослые, они не по книжкам учились, а реальной жизнью. Все, вот надо было это делать, и они делали. И я разговаривал, когда вот был такой, как эти ребята и девочки. Я был очень любопытный. Я спрашивал старших. И говорил, а что вы раньше делали? И вот я помню, одна женщина мне сказала, я должна была кормить животных в доме, а моя сестра их доила. А я должна была кормить. И так переходили с места на место. Мы с вами счастливейшие люди, потому что мы живем не в Москве, а живем здесь, в городце. И у нас есть у всех огороды. Что должно быть у нас при усадебном хозяйстве? Три начала. Огород, сад и аптека. Все дети, их надо учить аптеке. Я вам сейчас целую лекцию прочитал по аптеке. Вы знаете, что в этой аптеке самое главное? Самое главное это сорняки. Самое полезное лекарство. Сорняки. Самое полезное. Какие сорняки первые появляются на нашем участке? Сныть, сныть и все прочее. Смотрите, первое, крапива. Мы должны есть крапиву? Обязательно. Лебеду должны есть? Обязательно. Сныть должны есть? Обязательно. И многое другое. Поэтому на сегодняшний день мы не должны доверять той аптеке, которой мы покупаем что-то. Потому что, когда собирают траву, собирают траву какую-то, ее нужно собирать до 10 часов утра. Только до 9 утра. И дальше что еще? Человек, который собирает траву, он должен обязательно иметь хороший нрав. Никого не осуждать. Очень быть добрым человеком. Любить людей. А если он в это время нервничает, если он в это время раздражается и собирает... Все, трава будет негодная. Если мы с вами готовим пищу, а в это время смотрим плохой фильм какой-то, плохой, агрессивный, пища будет негодная. Это очень важно. Поэтому сегодня надо детей научить творчеству. Мы дети Бога. Мы творцы. Посмотрите, птицы строят свои гнезда одинаково. Они не творцы. Они одинаково делают. А мы можем и так сделать, и так, и так. Удивительно. Поэтому сегодня вот этим вещам нужно детей учить денно и ночно. Я пока совершал молибен, я посмотрел на детей. Есть дети очень спокойные. Очень спокойные. Есть дети неспокойные. Я могу сказать, бесноватые дети. Совершенно неуправляемые. Неуправляемые. И когда я прихожу в гости куда-то, я сразу вижу детей неуправляемых. Но иногда вижу ребенок такой, и мать его точно такая же. Точно такая же. Я знаю одного отца. Отца одного. Много лет знаю уже. Наверное, лет 20. И часто, когда я приезжал в Москву, я останавливался у него в доме. И вот я видел, как жена его, пока он уходил на работу и оставался дома, а у него было четверо детей. Жена сидит, все время сядет у стола. И дети подходят. То хлебушка взяли, то еще что-то. Ничего, целый день, никакого дела. А отец приходил ночью домой. Он работал на опасной, такой сложной работе. Приходил в 10, в 11, в 12 часов ночи. Спрашивает детей, вы учили что-нибудь? Нет. Начинает садиться с детьми. В том числе он научил их музыке детей. Он их научил спортивным началом каким-то дал. Он все им дал отец. Удивительно. А мать, не работая целыми днями, ничего детям не могла дать. Почему она не могла дать? Потому что она сама ничего не умеет. Такая природа ее. Поэтому сегодня очень важно для нас дать детям то, что нужно. И последнее. Нужно детей научить служить другим людям. Это называется любовь. Если я живу только для себя, я эгоист. И если эгоист ступит в брак, тогда тяжело будет второй половине. Надо научить детей служить другим людям. Все, что делают вот они, например, для родителей. Я помню, что такое для нас было 8 марта. Я целый год копил копеечки, когда мать мне давала и отец давали деньги, чтобы я сходил в кино. А я откладывал, или давали деньги на мороженое, я откладывал, чтобы 8 марта своей матери купить подарок. Это же очень важно. А если дети сами сделали своими руками что-то? Замечательно. Замечательно. Еще последний момент, который я хотел бы сейчас сказать родителям. Все, что вам дети будут рассказывать, все принимайте. Все принимайте. Если вы хоть раз в это время выругали ребенка, выругали ребенка, больше вам ребенок ничего рассказывать не будет. Пусть все рассказывает. Пусть приводит к вам в дом своих друзей и подружек. Тогда вы будете знать, с кем он дружит или она с кем дружит. Если вы будете запрещать им приводить к себе в дом кого-то, вы не будете знать, куда они сами ходят. Они будут ходить тогда к своим подругам и друзьям и будут такое там делать, о чем вы знать не будете. Очень важным моментом является то, что сегодня у нас машины стиральные. Нужно научить детей, чтобы они стирали сами свои трусики, маечки стирали сами и носочки. Потому что завтра они окажутся в каком-то месте, где нет машины, в лесу окажутся. И они не смогут этого сделать. Дети должны быть чистоплотными. Зубы нужно чистить не для того, чтобы хорошо кусаться, а для того, чтобы они были чистыми. И нужно научить детей, как правильно чистить зубы. Не просто водить щеткой по зубам, а нужно сделать так, чтобы на ночь ничего не осталось из той пищи, которую мы с вами едим. Теперь очень важный момент о пище. Нужно нам есть ту пищу, которая сейчас является натуральной. Мы с вами сейчас живем в летнее время. Что мы сейчас должны есть? Много травы есть, много овощей и фруктов. Много. В первую очередь. В летнее время мясо, рыба должно уйти на второй план. На первый план должны быть овощи и фрукты. А вот сейчас начнется осень, зима начнется. И по мере усложнения климатических условий, мы должны уже есть ту пищу, которую мы называем белком, которая и мясо содержит, и рыба содержит. Но нужно есть пищу согласно той деятельности, которую мы совершаем. Вот когда человек работает на тяжелейшей работе, конечно, ему нужно много сил, много энергии. А если человек занимается умственной деятельностью, а дети занимаются умственной деятельностью, значит, им нужна другая пища. Сахар хорошо бы не есть, а сахар нужно организму. Что нужно? Мед. Нужно мед употреблять. Обязательно. Яблоки нужно есть обязательно. Много яблок есть. Если мы с вами, взрослые даже, съели в течение дня одно яблоко, одно яблоко, нам достаточно, мы можем больше ничего не есть. Яблоко все содержит, все, что нужно. Но яблоки нужны есть перед едой, а не после еды. Если мы будем есть после еды, у нас будет пучить живот после еды, а нужно есть до еды, тогда наш организм хорошо подготовится к приему пищи. Особое место в нашей жизни занимает вода. Когда мы пьем кипяченую воду до 100 градусов, мы пьем мертвую воду. А воду нужно пить живую. Вода очень важна. 76% организма наш состоит из воды. Это очень важно. И когда мы идем с вами в баню, надо обязательно ходить в баню. В ванной такой эффект не совершается. Когда мы идем в баню, выходит пот у нас, выходит то, что накопилось ненужного в организме, и только через два дня лучшее качество воды отбирается для организма. Вы не думайте, что мы попили воду, и тут же пошел в организм, пошла вода наша. Ничего подобного. Она вся выбрасывается. И только через два дня, когда она уже все пройдет в организме всей инстанции, тогда малюсенький граммик берется для организма. И вот эта вода, которая выходит с потом, выходит с потом, особенно в бане, вот это очень важно. Очищается хорошо организм. Я не говорю сейчас от шлаков, он освобождается от ненужного, от выбросов. Это очень важно. Поэтому я прошу вас, мы живем в прекрасных условиях. У нас замечательные условия. Мы можем пить воду с вами из Никола Ключа, из других родников. У нас здесь столько родников, чистую, хорошую воду. Если бы мы с вами пили каждый день воду, хотя бы по полстакана воды, сразу утром выпивали, у нас никакого не было бы, никаких болезней желудка. Замечательно вода чистая. Один мой близкий знакомый меня все время убеждает и говорит, в день нужно выпивать примерно 3 литра чистой воды. 3 литра чистой воды. Тогда, говорит, не будет давления никакого, все будет в организме хорошо. Но я до сих пор еще не приступил к этому. В советское время говорили, что человек должен в день выпивать 2,5-3 литра воды. Это была норма. Но я встречал людей, которые прожили до преклонного возраста, которые пили меньше. У меня не получается столько выпивать. Что касается чая. Мы должны пить наш чай. У нас листы смородины, вишни. Это наш чай. И никогда у нас никакого китайского чая не пили. Когда мы с вами пьем чай, то сначала нужно кипятком заварить то, что насыпали в этот самый, ну, в чайничек. И сразу вылить. И сразу вылить. Можно вылить раза 2-3. Потому что чай, который мы покупаем, нечистый. Надо, чтобы он освободился от всего. А потом уже заваривайте. И зеленый чай, и черный чай, это одно и то же. Один и то же чай. Только один высушенный на солнце и прожженный. А другой натуральный. Все. Так один и то же чай. Лучше пить, конечно, зеленый. Лучше зеленый. У некоторых народов есть такая традиция. Например, я ездил в Узбекистан. Если тебе налили полную чашку чая, полную чашку, хозяева желают, чтобы вы в этом доме больше не появлялись. А если вам налили немножечко, значит, вы желанный гость. Вот такое даже бывает. Лучше чай наливать немножко. И он тогда будет всегда горячий. Но очень горячий нельзя. И нежелательно пить холодное. Организм холодную пищу не любит. Даже водичку лучше пить тепленькую. Все остальное то же самое. Вот примерно так. И последнее. Во сколько ложиться спать? Нужно ложиться спать до часу ночи. До часу ночи. Каждый час идет за два часа. Если мы ложимся в девять часов, идеально. Вообще идеально до десяти часов лечь. Хотя бы на полчаса. Это самое идеальное. Вот если бы мы с вами ложились спать так, как наши предки ложились. Солнце зашло и мы легли. Солнце еще на месте. Мы еще тоже на месте. То есть они жили в цикле природы. Какие циклы были природы? Сегодня не получается. Мешает телевизор. А кому-то компьютер. Поэтому я хочу вам сказать, если мы ложимся в двенадцать часов ночи, мы никогда не выспимся. Идеальным вариантом было бы, если бы мы после шести часов ничего не ели. Хорошо было бы. Пить можно воду, а вот не есть замечательно. Потому что после шести часов вечера желудок работает, начинает еле-еле медленно работать. Очень медленно. Фища гниет до утра. А в пять часов утра начинает опять работать, как положено. Люди, которые находятся в реанимации, если они дожили до пяти утра, можно надеяться, что человек этот день будет живой. Все смерти обычно ночью до четырех, до пяти утра. Самое большое количество смертей. Кстати, рождаются дети тоже ночью, как правило. Если все, идут нормальные роды. Это очень хорошо. Поэтому сегодня мы говорим вам, я вам говорю сегодня взрослым. Конечно, вы всего не запомните, но попробуйте обратить внимание на это. И последнее. Дети не должны видеть, чтобы родители между собой ссорились. Дети не должны этого видеть. Дети не должны слышать. Если родители плохо говорят о своих родителях, о бабушках, дедушках, о соседях, дети не должны этого слышать. Потому что для детей мы, родители, мы как боги для них. И вдруг эти боги ругаются матом. Многие родители курят. Но ребенку говорят, ты не кури, а сама курит. Не приведи вас, Господи, чтобы вы смотрели плохие фильмы, которые сегодня показывают вместе с детьми. Вообще идеальный вариант, у меня один близкий, мой знакомый есть, у которого трое детей. Который специально записал фильмы детям своим. И вот сейчас уже девочка Катя, его взрослая дочь уже, окончила Московский государственный университет. Она знала только те фильмы, хорошие фильмы, которые были в советское время. Все, она другого не смотрела. Или сказки, которые были в хорошие, очень хорошие были сказки в советское время. Замечательные сказки. Я иногда смотрю, что показывают сегодня детям. Детям показывают вещи агрессивные. Лучше не смотреть. Даже мультфильмы. Поэтому нужно записать им какие-то сказки интересные. А лучше, чтобы вы им читали. Замечательно. А еще лучше, чтобы они тоже читали. Вам. Спасибо всех, Господь. Я желаю вам всем, конечно, еще родить по ребеночку. Особенно тем, кому сейчас за 80. Потому что это самые хорошие дети рождаются в это время. Желаю, чтобы то, что нам не додали с вами, мы додали нашим внукам, внучкам. И открою маленькую тайну. Бабушки так любят своих внуков. Так любят. Они отдают им ту любовь, которую они сами недополучили. И вот это опасно очень. Потому что такое баловство и такое чувственное воспитание, чувственное все время. Им хочется погладить их. Их нужно обязательно потрогать. Понимаете? Поэтому нельзя. Нужно быть в этом очень внимательным и осторожным. Дети должны готовиться ко взрослой жизни. Ну, какое у меня сейчас желание? У меня желание это каждый день. Хотя мне уже 70 лет. Мне хочется голову свою положить на колени матери. И чтобы она там что-то поискала. Я всю жизнь буду помнить вот это прикосновение моей матери. Потому что вот большего в жизни ничего нет. Что это означает? Мы должны детей наших любить. Мы должны их прощать. Но мы должны их научить. Чтобы они в этой жизни не были инвалидами. А были полноценными людьми. Чтобы их жизнь сложилась в браке. И когда хороший у нас брак, у детей будет тоже хороший брак. Поэтому я желаю, чтобы вы очень любили своих родителей. И тогда ваши дети, видя, что вы любите своих родителей, будут также к вам относиться. Это означает, что посеем, то и пожнем. Спасибо всех, Господь. Желаю вам всего наилучшего. И с началом учебного года. И для родителей, и для детей. Начинается учебный год. Идем в первый класс. Спасибо, Господь.